Заводы без рабочих, магазины без продавцов, автомойки без мойщиков. Замена человеческого фактора бездушной электронной начинкой происходит по всем фронтам. Как неудивительно, но роботизация пришла даже в такую сферу, как микрофинансирование. Почему сибиряки не доверяют электронным ростовщикам? Об этом далее. Вот такие вот автоматы по выдаче кредитов появились в городе Новосибирске. Теперь так легко можно получить кредит никаких банковских работников. К сожалению, ознакомиться с условиями договора, не дав аппарату отсканировать свой паспорт, не удается. Здравствуйте, вас переводит АДМ-кредит. Приятный голос оператора колл-центра также не пролил свет на подробности новомодного микрокредитования. Где я могу сам договор посмотреть? Договор вы можете рассмотреть, как только он распечатается. Договор не сразу мне распечатается, как только я отсканирую свой паспорт? Нет. А у вас офис есть, куда можно приехать, почитать этот договор? Это кредитные терминалы, либо онлайн-заядка. Так и не рискнув поделиться содержанием аутсвайсов, мы решили разыскать хозяев кредитных терминаторов, чтобы поинтересоваться, с чем связано желание дистанцироваться от потенциального клиента. Нам бы в 206-й офис попасть. Здесь в 206-й офис никого нет. У фирмы АТМ кредит указано, что у них там офис находится. Ну, офис находится, они там вообще очень редко бывают. А давно они у вас не следуют? Ну, полгода как-то точно, может, чуть-чуть больше. Отсутствие в офисах, где можно было бы дотошно изучить договорные детали, доверие терминальному бизнесу не добавляет. Доверились бы такому аппарату? Нет. По новостям постоянно показывают, что когда мы только сканируем что-то, паспорта, кредитные карты, это все считывается, потом где-то используется, поэтому нет. Дали бы машине свой паспорт? Никогда. Это какие-то аферисты. Ни в коем образе, не советую никому. А по какой причине? А я 28 лет в уголовном розыске отработал, поэтому я столько этих шмураков не видал. Ну, я считаю это глупо и неправильно, даже непрофессионально. Вы свои персональные данные защищаете? Обязательно. С вопросами о легальности терминального ноу-хау обращаемся в Центробанк. Существуют такие способы выдачи займа у микрофинансовой организации, это да, как выдача через автоматы. Есть еще и способов, как выдача онлайн займа через сеть интернет. Законодатель не требует личного присутствия гражданина для идентификации его в микрофинансовой организации. То есть достаточно сканирования документов, передачи документов и подтверждения этих документов простой электронной подписью. Но при таком лояльном отношении госрегулятора, очевидные риски подобной схемы кредитования отмечают даже коллеги по микрофинансовому цеху. Ладно, видимо, какой переговор человек, для чего ему займ нужен. И бывали такие случаи, что люди приходили в алкогольном отвинении, в наркотическом. Либо видно было, что человек берет свой займ не по своей воле. Поэтому зрительный контакт он уважен, как и для компании. Так, собственно, человеку тоже важно видеть, в какую организацию он обращается, в какие-то, можно сказать, уточнить условия договора. Выйти сухим из мутных вод микрофинансирования трудно. Многие горемыки потом годами отбиваются от коллекторов или продолжают платить, выручаясь новыми займами, пока кредитная удавка не затянется окончательно. Особую славу в Новосибирске приобрела компания «Абсолют», заемщики которой становились героями нашей программы на протяжении нескольких лет. Я взял кредит в сумме 5000 рублей в компании «Абсолют». Просрочил три недели. Через месяц позвонила в агентство юридических слог. Я сказала, что я им вложен в данный момент 48 850 рублей. Взяла 7000 рублей у «Абсолюта», заплатила уже почти 90 000 рублей. И на сегодня у меня решение суда, что я им еще должна 48 000 рублей заплатить. Договор до сих пор имеет силу, и они до сих пор могут мне выставлять. Вот мы даже договор не можем расторгнуть, понимаете, такая кабала. Первую попытку обуздать микрокредитную вакханалию Центробанк предпринял, ограничив с 1 января 2015 года максимальную ставку и обязав указывать полную стоимость кредита в виде таблицы на первой странице договора. Два года спустя ЦБ вновь умерил аппетит и расставщиков строгой диетой. Сегодня процентный дешев для займов сроком до года не может превышать трехкратный размер выданного займа. Для начисления процентов на просроченную задолженность установлена двукратная планка. Однако все эти ограничения не касаются пении, штрафов и различных платных услуг, прописанных в договоре, оставляя лазейки для пронырлевых маздоимцев. Когда вы брали в абсолюте кредит, вам изначально объясняли, сколько это вам будет стоить, сколько вы будете должны процентов выплатить? Нет, нет, нет. Я первый раз взяла у них, я через два месяца выплатила полностью. Потом они мне предложили еще, можете взять. Ну, я говорю, ладно, я 10 тысяч мне надо срочно на лечение. Пенсионерке Валентине Андреевне сбрасывать кредитное ярмо пришлось через процедуру личного банкротства. Выплатить трехмиллионную задолженность, состоящую в основном из процентов за просрочку и штрафных санкций, инвалиду оказалось не под силу. Я в одном возьму, и вот пенсию получаю, один кредит плачу, а дальше нечем, приходится займ брать, дальше оплачивать. И вот так вот попала в долговую яму. И в апреле меня это самое, признали банкротом. Прародитель микрофинансирования доктор Юнус Мухаммад, удостоенный за свое изобретение в 2006 году Нобелевской премии мира, перевернул представление о кредитовании, создав банк, выдающий под честное слово займы беднейшим из бедных. Ему на практике удалось доказать возможность создания социального бизнеса, направленного не на извлечение прибыли, а на помощь людям. Но в суровых российских условиях кредитное детище идеолога из Бангладеш мутировало в ненасытное и беспощадное чудовище, плохо поддающееся дрессировке. Продолжение следует...